шалом дорогие друзья всем добрый вечер этот урок посвящается полному исцелению людмила баджинина знаете как-то раз во время второй мировой войны на одном из собраний начали разговор по поводу койко мест кто сколько может пожертвовать койко мест в для военных для военнослужащих для раненых солдат и один богач сказал я 100 койко мест жертвую другой сказал я жертвую 500 тысячи мест 500 500 мест и так спрашивали разных людей каждый жертвовал по-своему и ведущий решил посмеяться над хаффетс хаимом который находился там хаффетс хаим известный большой мудрец торы который жил в это время он оказался там на этом собрании и он спросил ну рэби а сколько вы жертвуете койко мест и ему хаффетс хаим ответил а я жертвую 1000 койко мест и все здесь как ты хаффетс хаим которого нету денег как ты можешь пожертвовать тысячи койко мест я сказал очень просто ребята которые учатся в моей щиве благодаря учебе их учебе торы тысячи человек минимум тысячи человек тысячи солдат не получают ранения они остаются целыми и невредимыми и поэтому дорогие друзья сейчас в это непростое время для того чтобы поддержать мир для того чтобы помочь миру зачастую то что мы можем сделать это изучение торы и скрупулезное соблюдение заповедей это та лепта которую мы можем внести поэтому сейчас насколько можно нужно увеличить изучение торы улучшить соблюдение заповедей и всего себя в это дать насколько возможно естественно это не отменяет конкретных действий которые каждый человек может сделать для помощи и поэтому дорогие друзья мы продолжаем изучать тору на платформе воикра и дорогие друзья мы изучаем сейчас книгу митсвата бетахон заповедь бетахона продолжаем изучать эту великолепную книгу которую написал раф шумуэль о минор благословенно править праведника и он дает нам цитаты из ты лим из псалмов царя давида очень часто и сейчас ту цитату тот спасук тот стих который он дает я прочитаю вам на иврите и потом переведу этот стих звучит так кавэй лошэм ушмордарко виро мимха виро мимха ларешет арец байкарет решаим тирэ и это означает надейся на господа и храни его путь и он вознесет тебя чтобы ты наследовал землю гибель порочных узришь и объясняет нам автор книги о чем это говорится этим мы получили повеление уповать на всевышнего и были предупреждены этим стихом исполнять всю тору все законы всевышнего чтобы опасаться всего о чем нас предупредил всевышний и исполнять все что он нам повелел знаете я вспоминаю пример достаточно известный здесь в израиле среди религиозных ходит такая история уже давно что один израильский солдат он принял на себя обязательство что он зашнуровывать шнурки именно так как полагается по закону по еврейскому закону а шнурки по еврейскому закону нужно зашнуровывать сначала на левой ноге потом на правой ноге то есть мы начинаем все справа то есть мы например ботинки надеваем сначала правый ботинок потом левый ботинок а зашнуровывать нам нужно слева почему потому что тфилин завязывается с левой стороны да и точно так же с левый ботинок левые шнурки которые с стороны они завязываются прежде и он пошел на военные действия была какая-то война и с израилем израиль кто-то боевал с израилем и он быстренько надел ботинки побежал и вдруг по пути он вспомнил я в начале зашнуровал правый ботинок а не левый и он решил все я сейчас это исправлю я все-таки принял на себя в начале зашнуровывать левый так он остановился перешнуровал ботинки вначале зашнуровал левый потом зашнуровал правый и этих нескольких секунд уже было достаточно для того чтобы вертолет на который он бежал успел улететь все его друзья они улетели и он остался один и вначале он очень опечалился как же так я не со своими друзьями остался один что же будет и каково же его было удивление когда он узнал через некоторое время что именно этот вертолет на которой он опоздал полностью разбился и все члены экипажа его погибли понимаете это говорит о том насколько важно соблюдать заповеди насколько в насколько заповеди нас хранят заповеди хранят евреи заповеди хранят человека поэтому дорогие друзья очень важно особенно тем кто находится в гуще боевых действий тот кто находится в опасных местах очень важно соблюдать заповеди но при этом нужно соблюдать то что написано шуха на рухе нужно соблюдать главную часть заповеди если вы хотите вдруг что-то сделать такое маленькое да как говорится хумра хумра это устражение какое-то взять устражение на себя сделать какое-то устражение в ущерб главному это не нужно как минимум перед этим пересоветуйтесь раввином можете мне написать очень важно дорогие друзья в начале соблюдать всю как можно больше заповеди как можно больше системы западе я не говорю что сразу но постепенно поступенно как можно больше заповеди когда мы соблюдаем каждая заповедь она творит ангела который нас защищает который идет с нами вместе в любые места в которых мы находимся он нам помогает он нам защищает этот он нас защищает этот ангел поэтому это одна из причин почему так важно и хорошо и правильно соблюдать заповеди особенно в моменты опасности поэтому дорогие друзья соблюдайте заповеди но если вы взяли на себя какую-то заповедь и это идет в ущерб главным вещам это идет в ущерб вашим ближним это идет в ущерб любви с вашими хорошим отношением с вашими ближними например что через то что вы забудаете можете их обидеть посоветуйтесь с раввином как это лучше делать вообще общий принцип таков что для того чтобы по-настоящему любить творца нам нужно научиться любить ближнего тот кто женат для него я говорю прежде всего нужно научиться любить жену если ты любишь жену тогда значит ты можешь любить творца если ты считаешь что ты любишь творца но не любишь жену значит ты и творца на самом деле не любишь и это правильно по отношению к женщине тоже женщина просто женщине проще любить мужа но также женщина если вдруг какая-то женщина скажет я люблю творца а мужа своего не люблю вообще никого людей не люблю только творца люблю значит дорогая женщина у тебя значит нету на самом деле любви к творцу любовь к творца к творцу идет через любовь к ближнему только так можно построить настоящий в творцу и так дорогие друзья вообще еще большая заповедь напоследок вам скажу это успокоить ближнего успокоить другого человека помочь ему ощущать ощутить себя более комфортно более уверенно и поэтому дорогие друзья если кто-то из вас меня доверяет и хочет от меня поддержки в тяжелый час сейчас обращайтесь пишите я по возможности с божьей помощью помогу вам бесплатно просто напишите и мы договоримся по возможности я постараюсь вам помочь спасибо всем кто был со мной заповедь поделиться этим видео потому что это слова торы и чем больше людей узнают эти слова тем больше тора распространяется и поэтому это заповедь и это хорошо поэтому дорогие друзья ставьте лайки и делитесь этим видео и пишите комментарии пишите мне вопросы вот что-то написала ирина говорят всегда легче любить те кто далеко от нас это точно и потому ближних не особо легко любить совершенно верно да это точно говорю заповеди микола пишет заповеди придают больше уверенности в том что господь поможет конечно тот человек который соблюдает заповеди он знает я соблюдаю почему потому что я хочу быть ближе к творцу значит я сейчас ближе к творцу если я ближе к творцу естественно всевышний меня защищает поэтому прямой путь к битахону и без этого и вообще невозможно получить и добиться никакого битахона настоящего упования на творца уверенности в помощи творца это заповеди исполнения заповеди это вообще основа на которой стоит весь иудаизм то есть философия философией но все начинается с заповедей все начинается с исполнения заповедей и тогда приходит битахон упование на творца и тогда приходит внутренняя уверенность в том что всевышний даст нам самое лучшее и тогда приходит внутреннее спокойствие поэтому дорогие друзья исполняйте заповеди изучайте тору задавайте мне личные сообщения вопросы спасибо всем кто был сейчас со мной в этом эфире спасибо всем кто смотрит этот эфир в записи до новых встреч с божьей помощью встречаемся следующий раз в четверг восемнадцать ноль ноль по иерусалиму будьте счастливы всем мира